Всем привет! Итак, как обычно, ночь. Есть у меня время немножко заняться пайкой усилителя на двух ТП-61-20. Это усилитель балансный. Специальный выбрал, потому что у меня есть пару ЦАПов балансных. Какие здесь нюансы? Ну, начинать надо с мелочи паять. В принципе, я ни для кого, наверное, Америку не открою. Вот я начал с резисторов. А также есть очень большой нюанс касается этой пайки чипов ТП-61-20. Эту тему я затрону. Потом уже подробно расскажу, в чем здесь нюанс. И почему не каждому советую брать конструктор, а проще взять готовую плату. Или вообще в корпусе. Вот. Но об этом чуть позже. Сейчас я спаяю все. Послушаю. Для вас это, наверное, будет секунда. А для меня пройдет, наверное, как минимум неделя. Ну и поделюсь впечатлениями. Так, что я хочу сказать по комплектации. Пока еще точно не знаю, полная комплектация или нет. Беру из мешочка все и впаиваю. Но, но хочу сказать, что даже на вторичной цепи, это у нас цепи защиты, конденсаторы тут хорошие. Тут у нас Рубиконы и Эпкос. Вот. Даже не какая-нибудь там Китайчатина, а прям хорошие достаточно брендовые конденсаторы. Вот. Естественно, все замерю, посмотрю. И тогда уже все расскажу. Единственное, какое отличие, да, я нашел. Вот тут у нас сглаживающие в блоке питания Ничекон ЛС. На фото у продавца нарисованы брендовые конденсаторы. Ну, какой-то бренд заказал. Не помню. То ли Пионер, то ли Ямаха. Но по крышке там можно видеть, что там Ниппан должен стоять. Ну, положил продавец Ничекон ЛС. В принципе, достаточно нормальные кондюки в блоке питания. Такие ставят даже в топовые аппараты, я замечал. Вот сейчас на память могу сказать, что в Тиера, по-моему, разработчик использовал тоже Ничекон ЛС. Могу ошибаться, но, по-моему, да. И еще в каких-то хай-энд аппаратах я видел Ничекон ЛС. Ну, в общем, что хочу сказать. Спаяю. Расскажу о всех нюансах. А главное, кто не в курсе, про ТПА расскажу. Итак, продолжаем. Так, еще какой нюанс. В комплекте идут вот такие каретки под операционный усилитель. Они, в принципе, позолоченные. Но, чем они плохи? В том, что если вы не собираетесь экспериментировать с операционниками, да, вас все устраивает, или вы знаете уже конкретно, какой операционник вам нравится, вы вставили и забыли. Все. Никаких проблем не будет. Но, если вы решите поэкспериментировать с операционниками, ну, раз 5-6 максимум, раз 10, это вот прям потолок, эти цанги будут держать. Потом все, они быстро расшатываются и перестают нормально создавать контакт. Поэтому я сразу впаял сюда кроватки от Nextron. Очень хорошие, качественные цанги у них тут. Поэтому имейте в виду, будете, если экспериментировать, то не советую вот в это вам впаивать, если уж решите сами собирать. Так, закажите кроватки Nextron, и проблем у вас не будет. Так, какие еще нюансы, да? На фотографии диоды у продавца ультрафасты BIF от Vishai или от Philips, не знаю точно, но то, что там бусинки ультрафасты, это точно. Так, в комплекте положили обычные стандартные диоды, но от ON-семикондукта. Это у нас 1N4007. Во вторичных цепях 1N4007, но уже китайский MIG. И это радует, что на звук пойдут хотя бы от ON-семикондукты. Вернусь еще к диодам, пока тема не ушла. Нельзя сказать, что стандартные плохие, например, или шоткие диоды лучше, или ультрафасты лучше, или фастриковые лучше. У всех есть свои плюсы и минусы. Так, смотрим. Ну, в принципе, я уже проверил, но еще разок. Все отлично. ESR в допуске, утечка маленькая, номинал соответствует. Все соответствует. Я эту ELN проверил. ESR и номинал все соответствуют. И утечка также маленькая. Как-то так, продолжаем дальше. Еще какой нюанс. Слишком они близко напечатали отверстия. Вот, приходится подгибать ножки и впихивать. Для каких-то менятельных конденсаторов, хотя плата здоровая. Так, двигаемся дальше. Так, какие еще нюансы? Так, это мы еще не впаяли. Вот тут написано 220 микрофарад. Положили 100. Далее, на плате написано 4 по 2,2 микрофарада. Положили по одному микрофараду. В общем, я хочу собрать вообще вот комплект, как он есть. С тем, что есть. Послушать, а дальше уже подумать, что заменить, что можно улучшить. Потому что многие будут так же собирать и так же слушать. Мне вот хочется узнать, что люди услышат. Ну, а потом посмотрим, что можно улучшить. И стоит ли вообще что-то улучшать. Может он заиграет вообще отлично. Ну, стабилизаторы вообще очень сильно похожи на оригиналы. Я его в Чип и Дипе брал много раз. Все вот точно такие же приходят. Это от Вон Семи кондуктор. 78-12 и ЛМ-317 и 337. Итак, всем привет. Прошло уже несколько дней. Я потестил усилитель. Вот. Есть с чем поделиться. Ну, во-первых, начну с нюансов. Если вы решите взять конструктором, то есть рассыпухой, и собрать самому. Первое, что у ТПА-61-20 есть медные площадки на пузе. Вот. И так же есть площадка на плате. Вот их надо припаять. Это и теплоотвод усилителей, да, и ихняя масса. Вот их припаять получится только феном. И из-за этого мне пришлось нести в мастерскую к ребятам, чтобы они припаяли феном. У меня есть фен, но владею я им не очень хорошо, и все-таки не хотелось испортить устройство. Это платка не для тренинга, скажем так. Жалко будет испортить. И я от греха подальше отнес ребятам, и они мне спаяли. Кстати, кто с Воронежа, оставлю ссылку на мастерскую. Ребята меня выручают часто. Это не реклама, а просто найти хороших мастеров по нынешнему времени проблематично. Кто с Воронежа, если какие проблемы с электроникой, могут решить. Притом они мне решают проблемы нестандартного характера. Частенько я где-то косячу отношу, чтобы они мне сделали. Мы не то чтобы друзья, но вот выручают они меня. Так что если что, в Воронеже, кто ребят, ссылку оставлю. Не реклама, повторяю. Просто по своему опыту знаю, насколько трудно найти хороших мастеров. Но не об этом сейчас. Итак, разобрались. Если возьмете рассыпуху эту плату, нужен будет вам фен. Вот из-за этих двух усилителей тупашек. Дальше какой нюанс. Вот тут вот платка защиты наушников. Вот тут если смотреть на картинку, скос, да, если вы так припаяете, работать не будет. Вот надо обращать внимание, где тут пин один. Хорошо я это увидел, я картинку сейчас вставлю. И там, если по даташиту смотреть, где первый пин, придется ее развернуть. То есть вот этот скос не соответствует. Вот видите, скосы в другую сторону. Тоже такой нюанс. Далее, самый, наверное, большой нюанс, который волнует всех. Вот у меня плата, видите, версия 1.7. По балансу все нормально работает. Кстати, вот что касается баланса, страданул я с ним вообще нормально. Я изначально все спаял, все подключил, начинаю слушать, фон идет. Я все пипец. Такая же фигня, как у многих, да. Потому что наверняка, кто вот этим усилителем на Алиэкспресс интересовался, знает, что есть проблема. У предыдущей, как выясняется, платы идет фон по балансному входу. То есть там видно у них на предыдущей плате что-то перепутанное. Я, кстати, перед тем, как паять, померил. Тут земля звонится на землю, все нормально. Но когда спаял, подключаю, фонит. Я все пипец. Такая же фигня. Брал усилитель, в принципе, из-за балансных входов. Так как у меня два ЦАПа балансных, я специально как бы подыскивал себе усилитель. Потому что мне и так много усилителей для наушников. Так как я большую часть времени слушаю через наушники, чтобы не беспокоить семью. Вот. И все, думаю, такая же фигня. Уже разочаровался было, но хорошо, что начал искать проблему. И вот тут много выводов у трансформатора. Я один пропустил массу припаять. Вроде все работало, но вот через это шел фон. То есть плохо пропаял. Все, с этим разобрались. По балансу играет все нормально, все отлично. Да, есть фон, естественно, если вы на максимум выкрутите. То есть работа усилителей, она слышна. ТПАшки, они на своей предмаксимальной работе, они шумные. Так что имейте в виду. Вот. Все отлично. Баланс работает. Все хорошо. Ну давайте теперь, наверное, перейдем к самому главному. Это звук. Ну что, ребята, я хочу сказать. Усилитель мне понравился. Вот реально понравился. Притом у меня был уже опыт покупки усилителей бюджетных на ТПА-6120. Что я хочу вам сказать, ребят. Ну вот, сколько они стоят, настолько они играют. То есть у меня был ролик про ТПАшку на одном чипе. Бюджетная платка. Я фотку, наверное, сейчас вставлю. Вспомните, кто смотрел. Ну вот, скажу так, что это две разные вещи по звуку. Вот тот бюджетный на ТПАшке. Вот он сколько стоит, повторюсь. Настолько он играет. Это вообще в корне другой звук. Даже скажу так. Вот в рейтинге моих усилителей, да. Вот у меня достаточно их немало. Я собирал себе. Вот на одном чипе на ТПА в рейтинге он занимает последнее место. Это у меня, я вот без ложной скромности скажу. Вот он сейчас у меня лидирует. Да, кстати, еще такой нюанс хотел бы прояснить. Я не скажу, что на ТПАшках усилитель лучше, например, чем клон усилителя Лемон или Аудиотехника. Кстати, про Аудиотехнику не устаю говорить, что из коробки с Алиэкспресс она не играет. Посмотрите мой ролик, кто не видел. Там прям менять надо все практически. Там стоят паленые транзисторы. Стоят не очень хорошо подобранные компоненты. Но в основном проблема там найти оригинальные транзисторы. Кстати, я нашел аналоги от корейской компании КИС. Ну, правильно КИС называть. Я его называю КЕК. Так, по-колхозному. Так что, кому уши режет, извиняюсь. А то пишут в комментариях, как правильно называть. Знаю. Мне так удобнее. Вот. Я разламывал транзисторы. То есть, была большая работа проделана, чтобы доработать его. Вот. Я делал ролик, кстати, с финальной доработкой. Кто не видел, посмотрите. И обязательно смотрите. В закрепленных комментариях я добавляю кое-что. Но не об этом сейчас. То есть, я не хочу сказать, что этот усилитель лучше, прям гораздо или хуже. Нет. Он другой. Он самый нейтральный среди них. То есть, каждый усилитель в чем-то хорош. Например. Лемон тоже имеет операционник, с помощью которого можно подстраивать звучание в предусилительном каскаде. Вот. Он более такой, я бы сказал, ближе к теплому, к мягкому звучанию. Да, можно операционникам тоже корректировать. Но вот основной характер вот такой. Аудиотехника, она детальна тоже. Тоже, я бы сказал, нейтральна. Но она нейтральна в теплых тонах. Вот. Этот же он абсолютно без окраса звук. Его фишка, это вот. Нету как бы заметного какого-то на слух окраса. Нейтральная подача. Естественно, естественно, все будет зависеть от вашего источника. Если у вас источник с косяком, вы это услышите. И этот усилитель, он больше выделит косяк, чем какой-либо другой. Вот. Если у вас хороший источник, вы это услышите. Вот фишка. Поэтому, если у вас какой-то бюджетный источник, и он вам изначально уже не нравится, этот усилитель не исправит косяк. Присмотритесь тогда лучше к Лемону. Он более лояльно к некачественному источнику относится. Этот же он вам косяк выявит наружу. Вот. Такой вот очень важный момент. Поэтому, когда будете выбирать усилители, имейте в виду. И еще. Лемон. Не берите желтой платы. Там она косячная. Там, во-первых, транзисторы идут паленые. И там нет защиты. Ну, в принципе, и у Лемона вообще нет защиты на наушники. Поэтому, если разбираетесь, то обязательно поставьте. И в желтой платье идут паленые транзисторы. Мне угробили наушники. Он, один транзистор, ушел в КЗ. Крякнул, грубо говоря. И угробил мне наушники. Я в ролике, если найдете, там показывал и рассказывал это. Вот. Как раз вот переходим к звуку. Максимально нейтральная подача. Вот. Очень детальный, ровный звук. И нейтральный. Практически без окраса. Да, операционниками вы можете немножко корректировать звук в ту или иную сторону. Но все равно основной характер чипов, он проявляется. Это нейтральность подачи. Нету каких-либо, скажем так, приукрашеств. Нету каких-либо завалов, провалов. Все очень ровно, детально сбалансировано. Звук, он не теплый и не холодный. Да, повторюсь, операционниками можете некоторые нюансы корректировать. Но основной характер он останется. Я бы даже еще сказал про звук. Знаете, что здесь все в меру. Здесь нет каких-то чрезмерно раздутых басов. Нет. Здесь бас он нормальный, хорошо проработанный, четкий, с хорошим рельефом. Нету раздутости. Нету мягкости звука. Бас четкий, хорошо артикулированный. Он в меру глубокий. Поэтому, кто любит акцент на низкие частоты, даже с помощью операционников, вы чрезмерно не перекосите звук в бас. Здесь вот ровно. С четкими низкими частотами. У них хороший панч. Высокие частоты. Они здесь очень детальные, четко проработанные, с хорошей огранкой. Они здесь, не сказал бы, что прям мягкие. Это в основном будет зависеть от ваших наушников. Мы к этому дальше подойдем. Они здесь очень хорошо проработаны. Четкие грани. Не яркие. Но опять же, зависит от операционников. Беру в среднем. Они не яркие, но очень детальные. Середина. Середина здесь без каких-либо акцентов. Ровная, не раздутая. Нет каких-либо подъемов в ней. То есть, и низ середины вроде присутствует, но не выделяется. И верх середины ясный, но тоже не выделяется. Но опять же, с помощью операционников можно вывести эти нюансы. Но в среднем, если брать в общем по палате, то достаточно ровная. Давайте как-нибудь все это подведем. И то, наверное, повторюсь в очередной раз. Звук ровный, не раздутый. Бас здесь не доминирующий. Он плотный, хороший панч. Глубина присутствует, но не чрезмерная. Высокие частоты детальные. Четкие, но не резкие. Общая подача звука, ну скажем так, она нейтральная. Он и не теплый, и не холодный. Но, наверное, чуть-чуть ближе к светлому звучанию. Хотя, повторюсь, операционниками можно корректировать. Вот в среднем, наверное, вот так. Кому бы не стало рекомендовать данный усилитель. Это, ну, скажем так, людям, которые любят акцент на низкие частоты. Ну, скажем так, не в обиду басхедам. Им наверняка будет мало низов. Потому что тыпашки, они достаточно ровные. Я бы даже сказал, они светлые по звуку. Но их хватает, низов хватает. Что самое главное, да? Самый главный нюанс какой. Брал я его также не только под свои динамические наушники, но и под планары. Вот для планаров очень хорошо. Вот как раз у кого есть, например, бюджетные планары Hi-Fi Man 400 SE. Вот, присмотритесь. Раскачивает их вообще в легкую. Это первый момент. Второй момент. Очень хорошо их контролирует. Наверняка, у кого они есть, знают, что подача у них такая мягкая. Если усилитель, например, их раскачивает. Тут, к примеру, да, Lemon, клон аудиотехники. Они их раскачивают. Но есть какая-то некая такая легкая замыленность контуров. Вот, это я только понял, когда подключил их к этому усилителю. До этого момента я думал, что все отлично. Но когда я подключил их к ТПА планары, я понял, что вот здесь они по-настоящему раскрылись. Здесь они звучат четко, с хорошей проработкой контуров. Есть у них вот этот вот контур. Хороший панч появился. Прям плотный удар на низких частотах. Вот, планары прям хорошо с этим усилителем сочетаются. Вот, поэтому всем, у кого есть планары, вот присмотритесь. Мне прям зашло. Ну и на динамических наушниках все очень даже хорошо звучит. Мощность вот тут переключается, коэффициент усиления, да. На планарах я его не переключаю. И запас по громкости еще колоссальный. Я раз послушал на планарах, подключаю шуры, а забыл убавить громкость. Так чуть не отлох, я думал, у меня мембраны вылетят. Динамики порвутся на наушниках. Вот, вовремя остановил. Так что такой момент. Вот. Планары раскачивают и прям к хай-файменам очень-очень прям хорошо зашло. Прям контроль хороший. Так что имейте в виду, для планаров присмотритесь. Я не знаю, как будет с более дорогими планарами, типа Ananda или Edition XS. Но, думаю, будет тоже хорошо. Поэтому, кто вот ищет детальное, максимальное сбалансированное звучание. Обратите внимание, усилок хорошо оснащен. Балансные входы. Есть возможность корректировки звука с помощью операционников. Балансный 4-х пиновый вывод. Вот, так же можно в роли предусилителя использовать. Я не использовал, потому что не имеет смысла мне. Вот. Да и особо некуда подключать. Но, функция такая есть. В общем, мне этим усилитель очень понравился. Вот. Я, в принципе, и хотел такой усилитель. Вот. Можно сказать, повезло, нашел. Я не скажу, что это топ. Я не скажу, наверняка есть и лучше, и ценой больше. Но, учитывая его цену, ну, это просто неожиданный сюрприз. Что касается замеров. Вот. Да, такой важный нюанс. Ребят, сделаю обязательно замер. Жду аудиоинтерфейс. Он в пути еще. Китайские турбочерепахи еще где-то его тащат. Вот. Поэтому обязательно сделаю замер. Самому интересно. Не хочу сейчас на встройку делать. Потому что, ну, это будет, как бы, неправильно. Испорчу себе мнение. Хочу сделать уже правильный замер на хорошем аудиоинтерфейсе. Вот. Поскольку мой сгорел, вот. Решил поменять. Итак, переходим теперь, наконец-то, к операционникам. Чуть-чуть пройдемся по этому. Пришел мне этот усилитель с операционниками GRC5532. Я специально брал его с обычными операционниками. Ну, потому что мюзисы у меня есть. То, что придется в Китае, я не знаю, оригинал или нет. Переплачивать не имелось смысла. Итак, с GRC-шками, да, 5532. На удивление, звучит неплохо. Да, по тембрам есть упрощение, конечно. Особенно эта проработка глубины не такая, как хотелось бы. Но, но звучит ровно. Наверное, с GRC-шками я бы назвал его даже ближе к мониторному звуку. Вот. В принципе, негатива не вызывает. Но и каких-то восторгов тоже нет. Стандартные, обычные операционники. Вот. Так. Можно сказать, на первое время перебиться. Я, конечно, много не переслушал операционников в данном усилителе. Но из того, что послушал, вот могу сказать, что ОПА 1656 здесь очень хорошо сыгрались с ТПА-шками. Звук получается абсолютно нейтральный, но не сухой. Нет каких-либо провалов, нет каких-то подъемов. Очень ровно, достойно играет. И по тембрам вроде неплохо. И объемность есть. И цена, соответственно, невысока для такого результата. Что мне больше всего понравилось, так это Muzos 02. Тоже нейтральный характер, но уже появляется объемность некая. Появляется лучшая детализация. Тембры становятся более такие насыщенные. Но нейтральный характер все-таки остается. Я люблю звук ближе к нейтральному, но не сухой и не мониторный чрезмерно. Поэтому Muzos 02 здесь очень шикарно играет. Также я попробовал Muzos 8920. Звук становится теплее. Чуть такая появляется мягкая. Яркость на высоких частотах. В принципе, тоже неплохо играет. Но, опять же, это кто любит больше звук в теплую сторону. С такой вот мягкой яркостью. Не резкостью, а вот такая вот мягкая воздушность на высоких частотах здесь. Естественно, от источника много зависит. Мы же все-таки разговариваем про усилитель. Поэтому, если у вас источник сбалансированный, нейтральный, без каких-либо провалов, то вот Muzos 8920 так звучит. Что я еще попробовал? Я попробовал здесь OPPO 2134. Кстати, в одном из DotaShit'а к 6120 по производитель как раз и предлагает OPPO 2134. Что хочу сказать. В принципе, нормально звучит. Нормально. Но с планарами мне не понравилось. С планарами мне с 2734 не хватило четкости. Четкости граней, плотности. Послушал я здесь еще с Bersen V5i. Достаточно ровно звучит. Неплохо. Прям каких-то явных минусов не заметил. Тембры все хорошо проработаны. Достаточно ровное сбалансированное звучание. Но цена Bersen просто стоит ли это переплаты. Если можно, например, взять OPPO 1656. Они, да, конечно, похуже, чем Bersen V5i. Но скажу так, разница не пропасть. Bersen получше, но разница не пропасть. Попробовал я Альфу. Альфу бы я посоветовал людям, которые хотят чуть больше разборчивости в средне-верхнем частотном диапазоне. Не резкости, а вот именно разборчивости. И при этом не теряя фундаментальности и глубины на низких частотах. То есть звук у нее такой, я бы не сказал, что он V-образный, но вот чуть больше вы будете слышать тихие звуки, чем обычно. То есть вот тихие звуки, да, они чуть больше на них слышны. Альфа она немного где-то в нижних высоких частотах и в верхней середине выделяет чуть больше мелких звуки. Вот так я бы сказал. Но опять же, не резко и бас хороший тоже. Такая фишка с Альфой. Тоже отлично играет, достаточно динамично, интересно. Попробовал я еще здесь Muzos 01. Как правило, Muzos 01 очень хорошо показывает себя в предварительном усилении. Но в качестве буфера здесь он, я бы сказал, рисковато звучит. Подойдет он, наверное, людям, которые хотят чуть больше услышать грани. То есть, объясню, да. Например, если вы снимаете какую-нибудь фотографию и у фотоаппарата настраиваете резкость, вот шарповость такую, и вот эти грани становятся они чуть острее выделены, чуть чрезмерная четкость такая появляется. Вот Muzos 01 звучит так же. И бас есть, и вроде тембры неплохие. Но вот эта вот чрезмерная резкость мне не очень зашла. Поэтому Muzos 01 здесь такой вот на любителя, скажем. Но если вам вдруг хочется усилить резкость, на верхних частотах вообще контуры звуков, Muzos 01 прям вот можете присмотреться. Возможно, у вас источник там теплый или не хватает грани. Вот такой нюанс. Что еще? OPPO 627 у меня есть сдвоенные 627. Звучат здесь слегка-слегка притемненно, но достаточно детально. То есть есть детальность, но вот, например, если сравнить с 1656, то чуть больше акцент на низкие частоты у 627 будет. И по высоким частотам не такие четкие. Хотя достаточно детальные. Вот. Тоже хорошо звучат, интересно. Ну, цена их, соответственно, тоже высока. Еще попробовал, кстати, Oracle 2. Oracle 2 тоже хорошо звучит. За свою стоимость прям весьма неплохо. И бас есть, и детали наверху есть. Вот. Поэтому из бюджетных Oracle 2 весьма-весьма неплохо здесь. Попробовал еще OPPO 2604, но вот не зашла тут. Как-то чрезмерно резко получилось. И такая вот фишка с планарами резко и не хватило глубины. А с динамическими наушниками вроде и бас нормально. Но как-то вот высокие частоты мне не очень зашли. Вот. В общем, операционников у меня много. Попробовал такие самые популярные. И какие, я уже знаю, должны были дать хороший результат. Вот. Если вдруг что еще стоящее найду, то, возможно, в комментариях, закрепленных под роликом, оставлю. В принципе, сообщения. Вот, кстати, можно поставить также Muzos 8820. Он по характеру, ну, слегка похож на Muzos 02, но у него есть упрощение на высоких частотах. Так что имейте в виду, если у вас есть, например, Muzos 8820, ну, тут можно тоже применить. На этом все. Спасибо. Всем хорошего звука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok